В Новосибирской области сделана Анастасия Воловодова. Она у нас сегодня в гостях и делает еще в Новосибирской области музыку. Только что вы услышали ее песню прекрасную. Но это еще не все творчество. Мы еще несколько песен сегодня услышим. Ну и давайте об истории. Как вообще связались с музыкой изначально? Как оно было? Она всегда жила в моем сердце. На самом деле я не так давно музыкой занимаюсь. Большую часть жизни я танцем посвятила. А, вот так вот. Да, я танцевала 13 лет. А как петь начала, я не знаю. Просто, видимо, настало время, решила писать песни. Как-то вот даже не знала, что я могу рифмовать. Просто вот так получилось. Я, наверное, смотрю раз на звезд. Это же здорово. Теперь Анастасине нужно тратиться на поддержку. По танцовку. По танцовку, да. Потому что сама петь. Но очень сложно танцевать и при этом петь. Очень сложно. Ну и когда появилась первая песня вашего собственного авторства? Ну, где-то, наверное, уже года два назад. Года два назад. Что вдохновляет? Другие люди, другие исполнители, другие авторы. Другие исполнители. Вот к исполнителям. Кто ваш кумир? Ой, кумир мой. Ну, из российских. Это, ну, Полина Гагарина, певица Кристина Гилера. Из российских. Да, это тоже наша, да. Да, да, она наша. Из сокура. Да, она тоже. Насчет выступлений. Где, возможно, послушать в Новосибирске? Или таких возможностей нет, вы пока просто на запись работаете? Ну, сейчас все, ну, все внимание, да, я на запись уделяю. А вообще в друговых центрах иногда выступаю. На конкурсы тоже бываю. Вам нужен пиарщик? Да. Очень нужен. Внимание! Пиарщик. Пиарщик. Естественно. Вы не думали об участиях в разных проектах телевизионных типа «Голос»? Думала. Вот сейчас проходит проект «Песни». Ну, вот. Надо будет попробовать. Там как раз авторские песни. Да, да. А не хотелось бы вам с кем-нибудь спеть в дуэте? Может быть, из знаменитостей? Может быть, из друзей? Или вам нравится сольная карьера? Не, ну, конечно, хотелось бы, но я не думала с кем. Но пока что мне нравится одной петь. Хорошо. Зачем с кем-то делить славу? Нравится, давайте петь. Давайте петь. Анастасия Воловодова у нас в студии «Радио 54». И эта песня... Обо всем. Шучу. В той весне, правильно? Да. Мне больно, поверь, ведь любовь не искусство. Потёртый грань, сердце камень. Ты разбил, остыл, позабыл. Как так можно? На сердце печаль. Мне очень тревожно. Но знаю одно, что ты навсегда меня отпустил. Смотришь, глаза вздыхая, сломаны чувства все. Кто для тебя, я не знаю, осталось все в той весне. Смотришь, глаза вздыхая, сломаны чувства все. Кто для тебя, я не знаю, осталось все в той весне. Рвутся птицы на волю И кричат о дикой боли Помоги, защити Отдать сердце все пароли Возьми, забери мое сердце, все в ранах Тебе, для тебя, всю себя без изъянов Я долго молчала, любила, прощала И жизнь мою лишь тебе завещала Лишь тебе завещала Лишь тебе завещала Лишь тебе завещала Смотришь в глаза, вздыхая Сломаны чувства все Кто для тебя, я не знаю Осталось все в той весне Смотришь в глаза, вздыхая Сломаны чувства все Кто для тебя, я не знаю Осталось все в той весне Смотришь в глаза, вздыхая Сломаны чувства все Кто для тебя, я не знаю Осталось все в той весне В той весне, в той студии радио 54 Анастасия Воловодова Ну что, прям хорошо Все время слушаешь наших гостей музыкальных Ну это же ничего не хуже того, что у нас в ротации Почему это еще не у нас в ротации Мы вам желаем активного поиска результативного продюсера Пусть все сложится хорошо Но, кстати, по поводу продакшена и аранжировки Вам кто помогает делать? На самом деле разные люди Я всегда ищу что-то новое, что мне будет близко по духу Но пока Новосибирска вам хватает? Удается тут кого-то найти? Ну да, удается найти Ну не только из Новосибирска Вы и слова, и музыку пишете сами? Ну да А музыкальное образование важно для музыканта или нет? У вас есть оно? У меня его нету Я думаю, что это не очень важно Получается все на интуитивном уровне Да Все обычно, Битлз приводят в пример Что вроде как у них не было музыкального образования Кроме, кажется, одного человека А все двоечники говорят, что у Владимира Путина тоже тройки были в школе Ну в общем, да Это так положено На самом деле мы видим перед собой живое подтверждение Тому, что это вовсе не обязательно Это и так звучит прекрасно Спасибо вам большое